Ну и с приходом тепла в Одессе открылся сезон шашлыков. С наступлением теплых дней люди массово выбираются на природу. О правилах поведения рядом с огнем, о том, как уберечь себя от палящего солнца и от укусов насекомых, а также как правильно мариновать мясо, все знает, как всегда, Анастасия Кожушка. 13-я станция Большого фонтана. На зеленых склонах сотни людей. Кто-то на мангале жарит мясо, кто-то просто отдыхает на траве. А некоторые даже купаются в море. Запах шашлыков на несколько километров. Готовим традиционный шашлык из свинины. Любим каждый год. Делаем это, нам нравится, с удовольствием. Константин и Владимир с семьями уже много лет вместе жарят шашлыки. Свои фирменные рецепты никому не рассказывают. Эксклюзивно для седьмого открывают тайну. Простой и традиционный. Пирец, вода, минераль, все, соль, все, больше ничего. Правила поведения на природе мужчины знают, поэтому мясо жарят не на костре, а на мангале. Чтобы потушить огонь, взяли с собой воду. Ну, прежде всего должен быть мангал, чтобы мы не нарушали красоту природы, чтобы на камушках не жарили, не дай бог, что-то загорелось. У нас есть мангал, у нас есть с тобой вода, в крайнем случае, готовы сразу погасить и все вернуть, как было. Но на природе стоит опасаться не только огня, а еще палящего солнца и насекомых. Вот несколько советов, чтобы не угодить в больницу. Нужно иметь кепочку, либо косыночку на себе, нужно иметь накидочку, чтобы не было голого тела, потому что клещи, они сейчас очень активные. Я сама химик-токсиколог, и я знаю, как это происходит. Нужно осматривать себя друг друга каждые 20 минут. К слову, на 13-й станции бесплатных мест для мангала мы так и не нашли. Все люди пришли со своими. А я напомню, на территории гидропарка Лузанов, Каланджирона и Фонтанских пляжей пообещали организовать мангальные площадки. Ну а полиция будет проводить рейды по побережью. Нарушителям грозит штраф от 20 до 80 необлагаемых минимумов.